В ГАИ отмечают показатели этого года ниже, чем прошлого. Но, несмотря на это, автомобильных краж происходит достаточно много. Как правило, статистика выше именно в Одессе. Чаще всего машины угоняют в темное время суток, и те из них, что припаркованы у жилых домов. Согласно данным статистики, чаще всего угоняют автомобили отечественного производства. А вот иномарки вскрыть сложнее, поэтому крадут их намного реже. Зачастую иномарки спасают тот факт, что на них установлена дополнительная сигнализация, отмечают в госавтоинспекции. Более дорогие транспортные средства престижного класса также угоняются, но уже у них другой порядок угона. Там используются группы лиц, и очень сложные приборы для этого берутся, и определенные махинации производятся непосредственно преступниками. В 2015 году отметили в ГАИ участились случаи краж личных вещей с автомобилей. Притом схем, по которым работают преступники, немало. В первую очередь, даже в городе Одессе или в других городах, при остановке транспортного средства в пробках, на светофорах, мой совет – обязательно закрывать транспортное средство, чтобы двери были закрыты. Потому что очень часто просто открывается задняя дверь, и у вас достают сумку и убегают. Не стоит верять бдительность при остановках на заправочных станциях, у торговых центров и двигаясь по трассам, предупреждают в ГАИ. Как правило, преступники не работают в одиночку и для большей эффективности сначала выслеживают свою жертву. Затем, отвлекая ее, совершают грабеж. Очень часто используется такой метод. К водителю подходит гражданин, который его чем-то отвлекает. В этот момент, с другой стороны, другой человек, преступник, открывает дверь и производит кражу имущества. В госавтоинспекции напоминают, став жертвой преступника, стоит немедленно обратиться в правоохранительные органы. Чем быстрее это будет сделано, тем больше шансов, что преступление будет раскрыто.